Привет, друзья! Сегодня у нас с вами первые впечатления, а это значит, что в моих руках косметичка, наполненная новинками косметики, и мы с вами их все сегодня потестируем. Давайте я вам покажу парочку занимательных предметов, но все показывать не буду, чтобы была какая-то интрига для дальнейшего видео. Итак, первое, что у меня здесь лежит сверху, это вот такая палетка от бренда What's Up Beauty. У меня просили на нее обзор, я решила, что нужно начать с первых впечатлений, а дальше уже можно будет и обзорчик подснять. Еще у меня здесь есть вот такая потрясающая красота от бренда Flower Nose. Из их последней коллекции что-то там с Angel, какое-то название, Flower Nose Little Angel Collection, вот как называется она. И у меня два продукта от них. И также в качестве заманухи я покажу вам вот такие новиночки от бренда Chic. Это однушка теней и однушка муссовых кремовых румян. Ну а начнем мы видео, как обычно, с нанесения тона. И у меня это будет вот такой CCC Cream Radiant Complexion от бренда Yure. Видимо, так читается название этого бренда. Это очень расхваленный CC крем. И я, кажется, только что заметила, что мне прислали не тот оттенок. Мне прислали оттенок Light. А я заказывала то ли Medium, то ли вообще Dark, потому что их там три оттенка. Точно я не заказывала оттенок Light. Он будет для меня слишком светлым. В общем, видео началось весьма интересно. Но уже поздно что-то предъявлять магазину по поводу этого заказа, потому что крем уже месяца полтора, наверное, лежит. Я его распаковала, положила в новинки, и он ждал своего часа. Блин! Как вообще так получилось? Почему я не проверила? Почему я поверила L'Etoile вообще? Это маленькое огорчение, но что поделаешь? Я надеюсь, что он мне понравится по текстуре. И если он мне понравится по текстуре, то я буду к нему что-нибудь подмешивать. Например, свой этот супертемный, супертемную базу от Шарлотты Сияющую. Тоже вариант ее подмешать. Но это, конечно, подстава-подстав. Л'Etoile вы просто косячники. Немножечко выдавлю его себе вот сюда на руку. Он на вид такой беленький и с вкраплением таких, знаете, серо-бежево-черных каких-то частиц. Выглядит симпатично, выглядит интересно. Но многие, кстати, CC-кремы выглядят подобным образом. И потом, как говорят, подстраиваются под тон кожи. Ничего там не подстраивается, просто оттенок его проявляется. Каждый раз, когда кто-то мне говорит из моих клиентов, что они пользуются тоном, который подстраивается под тон лица, мне хочется сделать вот так просто. Потому что сразу хочется сказать, давайте мне свой тон, и под мое лицо он нифига не подстроится. Прям гарантирую. Ну что ж, посмотрим, насколько меня выбелит этот оттеночек. Запаха практически нет. Знаете, такой легкий, ненавязчивый аромат. Я даже не могу понять, чего. Запаха вот практически нет. Но какой-то как будто вот отдаленная какая-то такая пудровая душечка в нем присутствует. Но очень-очень далеко, почти не чувствуется. Сразу немножко вас приближу, чтобы мы могли рассмотреть этот тон на одной стороне лица. Я просто себя чувствую, как тайская женщина. Почему тайская? Потому что они вот любители свою смуглую, загорелую кожу высветлять тоналками. Но на самом деле он такой полупрозрачный. У него такое покрытие прям легчайшее. Знаете, вот ничего плотного. Он вам не перекроет никакие там воспаления, покраснения, прыщи и так далее. Он лежит прям тончайшим слоем. Это какой-то тон для идеальной кожи, чтобы чуть-чуть ее подвыровнять и подсветить. Вот я прям вижу, насколько подсвечена эта сторона. На самом деле это очень красиво, но, блин, светловато. Ничего страшного, как я уже сказала, я просто буду подмешивать базу, которая потемнее. Главное, чтобы он сейчас еще светлее не стал на мне, а то я буду совсем как привидение. В жизни выглядит не настолько критично, но, тем не менее, мне нужен явно оттеночек потемнее. Ну, блин, это логично, я его и заказывала. Блин, актуалит этот дурацкий. Просто теперь есть некоторая сложность с консилером от Nars, потому что это вот подсвечивающий этот консилер. И я взяла оттеночек, который называется Golden Eye. И он, по идее, вот этот оттенок, который мне нужен сюда. Но кожа очень светлая. Я даже не знаю, чем мне себе помочь, чтобы сейчас не выглядело как-то крипово, что у меня такие оранжевые вот эти вот подглазья и все остальное белое. Ну, окей, мы нанесем этот консилер. Сейчас будет максимально странный вид, а дальше я просто к тону, наверное, все-таки подмешаю базу ту от Шарлотты и буду носить в сочетании с базой. Потому что, простите, ребят, но я не могу в таком виде даже никуда выйти, но это же совсем трэшовенько. Беру попкой кисти вот этот консилер. Сюда вот на ручку сниму его. И с руки вот отсюда уже буду его наносить. Мы уже с вами пробовали этот консилер, но напомню, что тогда тон был настолько плотный, что он и сам все перекрыл. Не было вообще никакой необходимости в консилере. Поэтому мы пробуем его еще разочек, повторно, чтобы уже увидеть его реальный эффект. На самом деле, посмотрите, какой классный эффект. Как круто он все перекрыл. То есть он пигментированный. И при этом он подсвечивающий, да, светоотражающий. И получается вот этот вот красивый эффект выровненного такого синячка под глазом. Обожаю консилеры от Nars. Они, мне кажется, вообще все прекрасны, прям великолепны. Ну и, кстати, нет вот этого, нет этого кринжового эффекта, как я думала, слава богу. Очень нравится консилер. Прям офигенный. И посмотрите, как все выровнялось за счет вот этого вот потрясающего светоотражения. Он, мне кажется, он даже морщинку, блин, на лбу мне скрыл, потому что свет отражается. И получается вот эти вот все синячки и выемки, да, они уже не настолько заметны. Ну, по крайней мере, мне вот в жизни прям видно, что морщинка вот эта вот, моя межбровка уже не так сильно бросается в глаза. Синяки под глазами все перекрылись. Вот здесь вот тоже, да, в уголках губ и подбородочек тоже красиво подсвечены. Шикарный консилер. У них и матовый классный, и вот эти подсвечивающие. Это прям топчик, обожаемый мною консилер от Nars. И теперь в семействе прибыло еще один консилер, который мне очень и очень нравится. Он прям персик, восхитительный. Ну, это вообще законно так? Nars, пожалуйста, привезите их нам, потому что я их добывала вообще какими-то окольными путями. Но я хочу, чтобы они всегда были в доступе, потому что мне нравятся эти консилеры. Они прям великолепные. Настроение после консилера немножечко выравнивается. И теперь нам нужно сделать кремовую себе коррекцию. Я уже показывала этот продукт в недавних первых впечатлениях, но тогда он был в купе со скульптором от Influence Beauty. И я хочу сейчас его в моно-варианте вам продемонстрировать. Это Mina, мультифункциональные такие, как о них назвать, тинты, наверное, так правильно будет сказать. В общем, вот такие вот баночки с продуктом кремовым, который вы можете использовать и на лицо, и на глаза, и на губы. В общем, везде, как захотите, в зависимости от цвета. И сейчас мы будем этот 658 оттеночек использовать в качестве бронзера. Удивительно, посмотрите, какой цвет у коробочки. И какой цвет здесь. То есть это два абсолютно разных цвета, и по коробочке, да, здесь не нужно ориентироваться, вот насколько они разнятся. Я бы, конечно, предпочла вот этот оттенок, такой чуть более оливковый. Здесь оттенок чуть более розовый. В общем, странно, почему вот они решили именно в такой цвет окрасить упаковку при таком несовпадении оттенков. Потому что у меня еще есть оттенок ярко-розовый, да, такого же тинта, и там упаковочка тоже была ярко-розовая. Здесь же вообще не сходится. Первую кисточку от Pony Roma из коллекции My Love номер 6. Она малюточка, ей очень удобно наносить. Спрашивали меня в Телеграме, кстати, подписывайтесь, кто еще не подписан, спрашивали, как же ею пользоваться, что она такая маленькая, и вроде как там не очень удобная. Но мне лично она очень удобная. Я набираю вот так на нее продукт с руки, и дальше наношу на необходимые зоны притаптывающими движениями, как кошечка лапкой. Как я и говорила в прошлый раз, мне нравятся эти продукты. Они такие податливые, очень приятно наносятся, не пятнят, ничего не разъедают. В общем, выглядят на лице максимально естественно, очень красиво, натурально, и прям с ними никаких ни малейших проблем не возникает. В общем-то, я довольна этим цветом. Да, он светловат, но на девушек с более светлой кожей, во-первых, это будет идеальный продукт. На девушек. Но для девушек с более светлой кожей это будет идеальный продукт. И даже на мне это выглядит прям очень-очень натуральной тенью. То есть симпатично. Никаких претензий у меня нет. Я понимала, что оттенок достаточно светлый, но я его брала больше в работу и для модели, нежели для себя. И даже на себе, повторюсь, мне нравится. Это симпатично, это приятно на вид и абсолютно беспроблемно в нанесении. Такая естественная коррекция, да? Можно припудриться и побежать. То есть легкая тень присутствует, и все. И, возможно, кому-то большего и не нужно, например, на каждый день. Ну да ладно, давайте теперь перейдем к кремовым румяном. У нас сегодня новиночка от Chic Studio Crimson Blush. Оттеночек люпин. Вот такой нежный, пудровый, такой прям пастельный воздушный оттенок. Должен быть очень приятным. В коллекции вышло три оттенка. Я купила два светлых, а ярко-розовые брать не стала, потому что у меня много ярко-розовых румян. Я не вижу смысла покупать третий. Нам хватит и двух оттенков, чтобы понять текстуру и вообще, насколько это классный или не очень продукт. Буду прям вот этой вот кисточкой набирать продукт. Ух ты! Посмотрите, как классно набралось. Такой он, знаете, муссовенький. И, судя по тому, сколько набралось, должен быть неплохо пигментированным. Какая нежнятина! Какой приятный оттеночек! Это прям потрясающе! Очень нежный, очень приятный оттенок. И достаточно пигментированный. Честно говоря, я думала, что они будут посветлее на коже смотреться. Но нет, они прям выглядят очень классно. Они более заметны, чем я от них ожидала. Я считаю, что шик давно нужно было выпустить румяна именно в таком формате. Потому что ее румяна, которые выдавливаются, их дико-дико сложно выдавить. И мне кажется, что для них идеальный формат именно вот такие баночки. Из которых можно набрать такой, как полумуссовый продукт. Я прям в шоке. Потому что действительно пигментация гораздо выше, чем я предполагала. На щечках румяна выглядят ярче, чем в баночке. Это круто! Вау! И да, как я уже и сказала, это идеальный формат для шиковских вот этих румян. Потому что из тубы невозможно все это нормально выдавить. Это только каждый раз раздражает, когда ты пытаешься это сделать. И в итоге ты выдавливаешь либо очень мало, либо прям уже много. Потому что со всей силы давишь на этот бутылечек. Здесь же все прекрасно. И мне нравится вот этот новый дизайн с бежевым оформлением. Это прям очень красиво, очень стильно, прям так вкусненько. Теперь все эти продукты нам на лице необходимо зафиксировать. У меня нет, к сожалению, новой рассыпчатой пудры. А может и к счастью, потому что необходимо закончить то, что у меня уже есть. Но у меня есть вот такая подсвечивающая пудра от бренда Seattle London Marbled Light. И это у меня оттеночек Peach Porcel. Когда я увидела этот продукт на сайте L'Etoile, мне показалось, что это прям должен быть такой аурглаз на минималках. Подсвечивающая красивая пудра должна быть. И даже выглядит это так. Посмотрите на это мраморное оформление рефила. Такой действительно аурглаз. Те самые знаменитые пудры. Набираю вот такой вот мягкой кисточкой пудру. И припудриваю все лицо такими тоже прибивающими мягкими движениями. Да, кожа осталась подсвеченной. И она очень красиво подсвечена. Это действительно можно считать таким, мне кажется, аналогом аурглаза. Причем здесь большой объем 6,5 грамм. Очень много пудры. При этом лицо живое, лицо красивое. Оно красиво, оно не заматировалось. Оно именно просушилось пудрой. И осталось подсвеченным. Красиво так, как фарфоровая куколка. В нужных местах все так вкусненько. Немножечко вот здесь вот щечки отплескивают. Чуть-чуть подбородочек. Слегка вот здесь вот высокие точки до лба тоже немножечко подсвечены. В общем-то я довольна. Это прям очень-очень красиво. Пудра на коже выглядит пудра великолепно. И возможно, стоит обратить свое внимание на другие оттенки. Какой-нибудь взять оттенок а-ля там скульптора похолоднее. Может быть оттенок близкий к бронзеру. В общем, чуть более темные. И возможно на более светлые тоже стоит обратить внимание. Так что если вы никогда не обращали свое внимание на брензи от London, теперь вы знаете, у них есть вот эти классные пудры подсвечивающие, которые действительно можно считать аналогом аурглаза. Следующий сухой продукт это бронзер от Catrice. Но есть небольшая проблема. Он у меня разбился, потому что я немножко рукожоп. Ну, уронила я его, он разбился. Но я не хотела его прессовать до того, как я сниму это видео, потому что мне хотелось, чтобы вы посмотрели на вот этот рисунок. Это тоже такая стилистика аурглаза. Единственное, да, не нужно этот продукт и ронять. Я вас умоляю, не будьте как я, не роняйте, не роняйте этот продукт. Я оставляю всю ту же кисточку и буду аккуратно здесь набирать этот продукт подсвечивающий. Это у нас будет такой аккуратненький, деликатненький, красивый бронзер. Я в восторге от этих продуктов Catrice. Я в прошлый раз нахваливала румяна, они были великолепными. И вот этот бронзер тоже, посмотрите, какой мягкий, подсвечивающий. Это реально какие-то аналоги. Пора, блин, про аналоги аурглаза видос снять отдельный, потому что ни на одном аурглазе мир косметически держится. Аурглаз это прекрасно, но есть более доступные продукты, которые великолепны по своим качествам, которые великолепны по тому, как они работают. И, ну, в них все прекрасно. Я не знаю даже, что сказать, друзья мои, потому что это прямо вау. Ну, я это спрессую, чтобы можно было нормально этим пользоваться. Но это прям топовый тоже, как и румяна, топовый бюджетный продукт. Великолепный. Прям смотрится супер, как будто вас солнышко поцеловало, как будто вы так легко подзагорели. Подсвечивающий, нежнейший бронзер. Вау, вау, вау. Это великолепно. Это прям... Это не аурглаз, но это не хуже, чем аурглаз. Это прям, ну, такой аналог аурглаза в бюджете за, извините, какие-то там 300-350 рублей. Невероятно потрясающе. Как это возможно? Я не понимаю. Не понимаю, как они это делают. И, несмотря на всю красивость румян от Chic, которые я вижу, и они, ну, не светлые, так сказать, на этом фоне, хочется добавить немножечко и сухих, как бы закрепить то, что у нас есть. У меня будут румяна от бренда Nye Oliari. Я узнала, как правильно его произносить. Спасибо, спасибо. Оттеночек 01 Cinnamon Rose. Такие симпампулечки симпатичные. Кстати, знаете, похоже оформление на Гуччи. Тоже такой кругляш с золотишком. Здесь такая вот симпатичная оформлялочка с какими-то гранатами. И они вот такие. Посмотрите, это что за роскошь. Как красиво. Они должны быть тоже подсвечивающие. И очень даже мне нравится. Наберем. Что-то я набралась на кисть так, как будто какой-то хайлайтер, а не румяна. Ну и давайте немножечко вот так вот закрепим наш кремовый продукт. Ой, они так сильно пахнут. Запах такой пополам какой-то розы с гранатом, такой химозненький. Мне не очень нравится, честно говоря. И очень много подсвечивания в этих румянах, такого крупно-крупно-дисперсного. То есть, это у нас не хайлайтер, но мне кажется, что для румян приятнее, когда помельче блестка с другой стороны. Тоже симпатично выглядят. Это, конечно, уже с аурглассом я не сравню. А жаль, жаль, у нас было бы видео, посвященное просто этими аналогам аургласса из более бюджетного сегмента. Немножечко затрем раз такая блестка есть, достаточно крупная в составе. Если любите подсвечивающие румяна, то они ничего такие. Но у меня ощущение, честно, что в них блесток больше, чем цвета. Потому что вот цвета как будто сильно и не прибавилось. Он стал такой более... оттенок такой более грязноватый, подзапеченный. Как будто вот это вот на солнышке погрелись. Немножко такой цвет. Но вот свечения много, прям много в этом продукте. Ну, пока спорно. Я не могу понять, нравится, не нравится. Вроде ничего, но без восторга, честно говоря. Ну и ладно, у нас было много сегодня уже хороших продуктов, поэтому мы еще не все попробовали. Переходим к потрясающей красоте. Это продукты от бренда Flower Nose. И я всегда без ума от того, как они оформляют. Кому-то, я знаю, не нравятся эти упаковки. Кто-то считает их какими-то детскими. Но я вот такое не считаю детской упаковкой. Я считаю, что это просто произведение искусства. Это невероятно красиво. Во-первых, снаружи. А во-вторых, извините, конечно, но внутри вы посмотрите. Это вообще вот законно, чтобы так красиво было? Это великолепная просто какая-то пресс-форма у них с теми ангелочками. Это все так шикарно. Это жалко трогать. Сейчас я буду кошмарным сном перфекциониста, потому что я возьму кисточку и затру одного из этих ангелочков, ибо надо так сделать. Мне же нужно попробовать продукт. Это хайлайтер запеченный. И он, кстати, достаточно плотненький такой, потому что не стирается рисунок. То есть он остался на месте. Я ничего не повредила. Перфекционисты, выдыхайте. Фух! Затираю, затираю. Такой голубой какой-то перелив, фиолетово-голубой. Это у нас оттенок 04 Moon River называется. Не очень мне нравится единственное, вот, заказывать этот бренд, потому что у них вообще не поймешь нормально, какой оттенок тебе нужен. Ты что-то выбираешь, а потом ищешь еще минут 15, что из того, что там представлено, этот оттенок. Потому что у них обычно китайские какие-то названия. И вот пока ты определишь, да, как-то по упаковке, еще каким-то волшебным образом, что же ты заказываешь, сто лет пройдет. Это неудобно. Это восхитительный перелив. Но это очень красиво. Посмотрите. Я давно не фанатею от каких-то мега ярких хайлайтеров, ну, в плане цветных. Но этот выглядит великолепно. Он такой изополировывающийся, и при этом в нем есть какие-то блесточки, которые еще сверху тоже оказываются. Это что-то невозможно красивое. И он на прозрачной базе. Я не вижу серость. Напишите, пожалуйста, видно ли серость. Возможно, я увижу ее на монтаже. Но вот в жизни, вот так я поворачиваюсь, я не вижу никакого серого пятна. Зато так я вижу фиолетово-голубой перелив. Вау! Вау! Круто! Блин, китайцы прям молодцы! Вот прям, прям мега молодцы! Ну, я, конечно, в восторге. Это невероятно красивый продукт. И следующий, не менее красивый будет, это пудра из этой же коллекции от Flower Nose. Пудра в оттеночке 02 Angelic Strawberry. Здесь не менее красивый такой ангельский дизайн. Посмотрите. Это, знаете, как на соборах бывают такие красивые фрески, какие-то мозаики. Это вот прям вдохновлено, мне кажется, именно этим. И внутри все то же самое. Точно такие же ангелочки, только в формате пудры. Пудра у нас с розовым оттеночком. Посмотрим на нее внимательно. Супер красиво. Это восхитительно, как в хайлайтере, так мне кажется, в пудре даже более красиво это все выглядит. И сейчас в моду вошли вот эти розовые пудры, да, наносить их под глаза. Сейчас мы это, собственно, и сделаем. Наберу ту красивейшую пудрочку. И давайте наносить в зону под глазами. Сейчас я открою дверь курьеру и вернусь. Курьеры всегда приходят вовремя. Ну, что поделаешь. Главное, что приходят. Итак, наносим розовую пудрочку. Самый модный продукт сезона. Кстати, у Пэт вышло тоже. Выходит или... Выходит, вроде. Я ее на треномуде видела. Розовая пудра под глаза. Мне нравятся ее эти пудры, поэтому розовую я бы тоже, наверное, хотела себе прикупить. Надеюсь, я ее достану. Здесь у нас такой эффект, да, вот этот вот цветокоррекции, что вроде как зона под глазами сразу кажется чуть более свежей. С пудрой розоватого оттенка, естественно, вы не видите розового цвета на коже, но он вот работает, да, по принципу цветокоррекции, да, с вашими синячками. Поэтому, не знаю, как вам? Напишите, как вам кажется. Мне кажется, да, красиво смотрится зона под глазами вот с этой вот пудрой. Все чудесно, все прекрасно. Никаких претензий нет. Она так красиво загладила кожу. Прям вот идеально. У меня нет претензий к бренду Flower Nose. У них классная косметика, она классная. Она красивая. Единственная она, конечно, ну, не дешевая. Плюс, доставать ее бывает не очень удобно. В этот раз я заказывала, кстати, через Озон. Это был самый бюджетный вариант. Даже дешевле, чем через Алик заказывать. Ну, и эта пудра, в отличие от предыдущей, да, от Seat London, конечно, очень круто все матирует. Ею можно прям так убрать все лишние блики с лица. Да, посмотрите, такая фарфоровая кожа в очередной раз, я повторяю. Но она, правда, именно так и выглядит. Очень классная пудра. Все вот так вот вам, как фотошопчиком, как я люблю говорить, стирает, да, порочки затирает, красиво все подчеркивает. Розового цвета на лице не видно, но вот срабатывает, видимо, действительно вот этот эффект цветокоррекции, да, который должен действовать. Он вот работает таким волшебным образом, и выглядит это очень красиво. Теперь мне нужны все розовые пудры мира. Ну что, приступим к глазам. И начнем мы вот с такого карандаша от бренда Divash. Это карандашик у нас. Intense Color Long Lasting Eyeliner в оттеночке 02. Это коричневый оттенок. Карандашик будем использовать, естественно, для того, чтобы прокрасить межресничное пространство и слизистую. Приятный такой шоколадный оттенок у карандаша, насыщенный, но не черный. Мне очень нравятся такие цвета, потому что они подчеркивают глаз, они делают его более ярким, выразительным, но при этом не делают его агрессивным, да, как делает черный цвет. Красивый, такой насыщенный коричневый цвет. Я прям без ума от него. Это очень красиво. И он мягенький, и приятно было прокрашивать межресничку. Он ничего не царапает, он у вас автоматически, он выкручивается. Так что шикардосная находочка. Ну и теперь переходим к вкусняшке, к палетке What's Up Beauty. У меня палетка Jodas Я не знаю, как это прочесть, ребят, ну простите, я не знаю. У меня обычно нет таких проблем с английским, но реально я не знаю, как прочесть это слово. Jodas. Кстати, у людей возникали вопросы по поводу, так сказать, страны происхождения этого бренда. Так вот, здесь написано, что палетка изготовлена в Италии, но бренд сам из США. Talk Free, Cruelty Free, в общем, все ништяки с момента открытия срок годности 24 месяца, то есть у вас есть два официальных года, чтобы потратить эту палетку, но мы помним, что можно это забить, это так по закону, а на самом деле тенями вы можете продолжать пользоваться и дальше, как и другими сухими текстурами. Палетка, кстати, очень напоминает внутри палетки новые от Анастасии Беверли Хиллс. Смотрите, вот по дизайну прям супер похоже, но она такая крошка, вот она размером с ладошку, я думала, что она будет больше, но она прям малышечка совершенная. Начну я нанесение с оттеночка Rock. Наносим этот оттеночек в складочку. Очень приятный оттенок, он красиво, мягко растушевывается, с ним нет никаких сложностей, но это максимально простой оттеночек, будем об этом помнить, будем справедливы. Если бы он плохо наносился, как я обычно говорю, что если такие оттенки плохо наносятся, то нет смысла вообще дальше тестировать палетку. Дальше перейдем к оттеночку Terra, это такой более глубокий уже коричневый оттенок, на самом деле изделий здесь всего пять матовых, не густо, но нам этого будет достаточно. Все пять мы в любом случае не будем использовать в этом макияже. Еще немножечко углубим складочку. Оу, какая пигментация, вы посмотрите, после теней Stellar это вообще прям мега пигментейшн. Я, честно говоря, уже немножко отвыкла от такого насыщенного пигмента в тенях и ну это очень круто, но так непривычно, потому что я давно, наверное, саму себя не красила настолько ярко, но прям вот это уже, уже, уже ярко. Следующий оттенок, который мы нанесем, это оттеночек Rodonite или Rodonite, опять же, я не знаю, я не знаю, что это, такой вот грязно-розово-сиреневатый оттеночек. Наносим этот оттеночек на нижнее веко. Теперь мы нанесем еще раз этот карандаш от бренда Divash уже на нижнюю слизистую и немножечко стушуем на нижнее веко. Ну и когда сматываем и мы вроде как закончили, давайте переходить к сияшкам, здесь большой выбор и какой же оттенок мы сейчас нанесем, я предлагаю начать с оттенка, я даже не знаю, давайте Earth Like, вот этот. Достаточно такая стандартная сияшечка, она такая фиолетово-коричневато-голубовато-зеленоватая, вот такая вот, ну типичный оттенок. И пальчиком наносим на центр века. Красивый такой оттенок, вот эти вот оттенки жучков, они мне нравятся, они красивущие, они всегда выигрышно смотрятся, но таких, мне кажется, уже у всех много, и нет в нем ничего гениального, ничего нового, ничего вау. Красивая сияшка, типичная, но очень симпатично выглядит, яркая, блестящая, с блестками в составе, все гуд, ну просто, просто немножко нет в ней ничего особенного. А теперь наберем оттеночек аметист, он такой розовенький, тоже розовый сереневатый какой-то, нанесем его вот сюда вот, во внутренний уголок нижнего века. И вот такая сияшка у нас на нижнем веке образовалась, и теперь я хочу в качестве блика во внутренний уголок, и вот сюда вот на внутренний уголок с пересечением с первой, с первой блестяшкой на верхнем веке нанести блестяшку от шик. Давайте это сделаем. Мне кажется, должно быть прям супер красиво. Итак, берем однушку, оттенок глизе, и тут у нас такая беленькая морозная однушка. Слушайте, это красиво. Это прям реально такая морозная однушечка, честно говоря, она была очень кстати к Новому году. Почему ее выпустили весной, я не представляю. Но выглядит она не по-весеннему, морозно, свежо, и, ну, конечно, очень красиво. Я еще хочу попробовать эту однушку нытью вот сюда вот на выступающую часть нанести в качестве такого блика хайлайтерного. Оу, вау. Вау, 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 вау. Красиво. Красиво-красиво блестит, прям такой яркий супер блик. Мне очень нравится. Время переходить к бровям. И если в качестве там карандаша или фломастера у меня ничего нового нет, то у меня есть вот такой гель. Это Пуси. И у них суперфикс брау-джел, да, то ли новый дизайн, то ли перевыпущенная формула. Этого я не знаю, я этого не поняла, но я решила попробовать. Все-таки Пуси это один из самых популярных гелей, остается и по сей день, да. Посмотрите, какой красивый у него стильный дизайн с этой ярко-розовой крышечкой. Он мне нравится больше, чем снежно-розовый, кстати. И давайте... Так, щеточка, кстати, изменилась. Щеточка теперь другая. И она тоже тоненькая, но она как будто стала еще тоньше и ворсинки покороче. Интересненько. Так, смотрим. Кстати, такая щеточка лично для меня кажется более удобной. Та все-таки сильно изгибалась и... Кстати, надо будет снять маленький шортик, рилсик, сравнение двух гелей. У меня есть и тот гель, и вот этот. И вот эта щеточка мне лично больше симпатична. Не знаю, изменилось ли что-то в составе самого геля, но то, как сейчас выглядит щетка, это прям 100% более удобно. Да, неявно поработали над гелем, дорогой бренд Pussy. Раз вы работаете над своими продуктами, так сказать, делаете, ну, работу над ошибками, так называемую, может быть, помаду тоже поправите, а то там какое-то безобразие. Уберете этот ужасный запах краски и сделаете их не такими сушащими, чтобы, может они вообще, чтобы не сушили губы в идеале, чтобы не плюшили, короче, давайте уже все исправлять. Далее нас ждет тушь в таком шикарном красном оттенке и, судя по оттенку футляра, можно было бы подумать, что это тушь от Елены Крыгиной, но нет, это тушь от Гриш Бьюти. Есть прекрасный визажист, ее зовут Настя, Гришина у нее фамилия, по-моему, собственно, поэтому Гриш Бьюти, и у нее есть классный курс по съемке рилсов для бьюти-мастеров, теперь она запустила и свой бренд. Тушь для ресниц, суперобъемная, удлиняющая, с эффектом термо-туши, смывается теплой водой. Годен до 08-26 года. Страна происхождения, Республика Беларусь. В общем, у нас тут с вами классическая белорусская тушь, белорусские туши все любят, и они очень часто оказываются хорошими, так что надеюсь, эта тушь тоже окажется классной. Единственное, я не люблю туши, которые снимаются чулочками, потому что такие туши хороши для тех, кто не красится вообще, да, наносит на себя только тушь, и в конце дня ему нужно просто умыться теплой водой и остаться без косметики. Первый слой, что мы можем сказать, действительно разделяет, хорошо прокрашивает, она такая прям ультра-черная и удобная щеточка. Так что пока все гуд, но сейчас нанесем второй слой и уже посмотрим. Итак, второй слой мы нанесли красиво, густо, прокрашено, все разделено, прям супер-супер черные ресницы, мне это нравится. Сниматься, я уже уверена, для меня будет неудобно, но для тех, кто не красится, а делает там только себе тушью реснички, для тех все будет будет. На самом деле ресницы выглядят шикарно, посмотрите, они такие густые, разделенные, прокрашенные, ярко-ярко-черные, мне очень нравится тушь, действительно прям топчик, потрясающе красиво. Нам осталось накрасить губы, но у меня нет нового карандаша для губ, который бы нам подходил сегодня под оттенок помады, которую я приготовила, так что я сейчас накрашу каким-нибудь карандашиком, подходящим губы за кадром, к вам вернусь и мы будем наносить помаду. Я нанесла карандаш ньют-беж от бренда NYX, нет смысла его показывать, потому что многим он, к сожалению, недоступен, но можно всегда через байеров купить, обращайтесь к Василисе, она вам привезет все карандаши NYX, которые вы только пожелаете. И сейчас у меня на губах будет красоваться вот такой вот Wet Dream Lipstick Balm от бренда Love Generation, который мне просто там поспанили им в Телеграме, говоря о том, какой он должен быть классный. И вроде как это аналог бальзама от Road. Не помню, какой там бальзам от Road, но он в коричневом оттеночке. В общем, я незамедлительно его купила. Пахнет какими-то сладкими карамельками. Тут нужно нажимать вот такое, знаете, как на ручку вы нажимаете на такой колпачок сверху, и выдавливается у вас продукт. И у нас продукт еще в виде сердечка. Посмотрите, как это мило, как это симпатично. На самом деле нет большого смысла делать это в виде сердечка, но сделали уже очень миленько. Давайте наносить на губы. Они у меня как раз сохлись просто как куриные жопки и хотят увлажнения. А так как это бальзам с цветом, он как раз нам должен дать то самое увлажнение. У меня нет продукта от Роуд, но этот такой прям мега-мега тающий, прям от тепла губ, он растаивает и я вот все, что выдавила, все использовала уже. Такой увлажняющий действительно бальзамчик, очень красивый у него оттенок, красивый оттенок шоколада с такого шоколада с молоком, цвета какао, очень приятный, я такие люблю. На губах ощущается не липко, ну слегка липковато, но не критично, не липко. Мне очень нравится, как это смотрится, прям потрясающе. Не знаю, как там с остальными оттенками от Love Generation в этом бальзамчике, насколько они хороши, напишите, какие вы пробовали, если вы пробовали эти оттенки какие-то другие. У меня оттенок номер, 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 какой? Я не знаю, я проложу картинку с Wildberries, что у меня за оттенок, потому что здесь ничего не указано, просто какой-то закладочный оттенок. Вот, но выглядит красиво, ощущается на губах, приятно, так что классно. Если кто-то из вас обладает и им и бальзамом от Road и может сравнить, напишите в комментариях свои впечатления, действительно ли они похожи или это просто такая утка для раскрутки вот этих бальзамчиков. Я, кстати, очень хочу попробовать бальзам от Road, но как-то денег, честно говоря, на него жалко, он дорогой, обычный бальзам, вроде как, ну, ничего фантастического, но там Хейли Бибер все дела, а я не фанат Хейли Бибер, так что ради этого нет смысла покупать этот бальзам. В общем, не знаю, если он мне где-то попадет, удастся его купить, я его прикуплю, и хорошо бы его прикупить в коричневом оттенке, чтобы потом сравнить с этой штучкой, а если нет, то мне и этот в целом нравится и по эффекту, и по внешнему виду, и по тому, как он ощущается, в общем, по всем показателям он очень даже симпатичен. Ну и заключительный у нас продукт на сегодня это спрей фиксирующий, от бренда Шик. Кстати, он вообще-то бюджетный, но недавно случился какой-то глюк в золотом яблоке, и у них там цена стоит в районе 10 тысяч за этот спрей, хотя он раскуплен. В общем, я не знаю, что там произошло с золотым яблоком, почему такой косяк с ценой, но надо что-то с этим сделать. Вот так вот достаточно симпатично это выглядит, хотя немножко непривычно. Все его пропшикаю, чтобы он не плевался в меня. И давайте теперь зафиксируем то, что мы тут накрасили. Распыление, кстати, не очень мягкое. У него, знаете, что? Оно вроде как облачком, но из центра все равно плюется, то есть у вас и облачко на вас брызгает, и в то же время такие плевочки из центра, из серединки. Поэтому это не самое идеальное распыление. Самое идеальное распыление у меня у спреев от Alex Avian и у спрея от Morphe. Вот это просто самое воздушное, самое облачное распыление, которое я видела у фиксирующих спреев. Не знаю, как с ним будет носиться макияж. Посмотрим, у него есть такой запах прям, достаточно плотненький, и сейчас я ощущаю некоторую липкость поверх, но это нормально для спрея. Надеюсь, этот эффект пройдет. Обычно проходит в течение минут буквально пяти, максимум десяти, да, дольше этот эффект не держится. Но поносим, посмотрим, как что будет носиться с ним, и в конце дня я уже смогу подзаписать вам какие-то финальные выводы по поводу того, что мы тут протестировали. Тоже вот так выглядит финальный макияж, я надеюсь, вам он понравился, и давайте мы сейчас обсудим с вами продукты, которые мы тестировали, да, и посмотрим, как они носятся вот в момент нанесения, собственно. Я красилась, ну, часа полтора-два, наверное, я снимала все это, так что у нас было время дать косметике усесться на лице. и начнем с тона, мне очень нравится по текстуре, по тому, как сидит, по тому, как выглядит этот тон, но у меня претензия только к литуалю, какого хрена вы прислали мне оттенок light, если я заказывала оттенок medium, либо оттенок dark, ну, какой-то из них я точно заказывала, я никак не могла заказать light, я никогда не заказываю самые светлые оттенки, в общем, огромный косяк литуаля, и поздно мне бить тревогу, как бы, и предъявлять им какие-то претензии, надо было сразу смотреть, тут и моя вина есть, что я не проверила, но я на самом деле часто не проверяю заказы, я просто отставляю косметику, и она ждет своего часа на тест, так что, ну, такое себе, консилер, я его уже хвалила, я уже не знаю, какие еще хвалебные слова подобрать, он великолепен, это потрясающе, то, что он сделал с зоной под глазами, мне кажется, он подойдет абсолютно всем, да, и в лифтинг макияже прекрасным будет, на возрастной коже замечательно будет смотреться, на сухой коже, да, будет вот за счет светоотражения, за счет вот этого увлажнения, очень классно сидеть и смотреться, единственное, кому не подойдет, скорее всего, людям прям с жирной-жирной кожей, его я не буду рекомендовать, тут на свой страх и риск, у каждого свои предпочтения в макияже, кому что нравится, но я бы не стала на людик жирной коже использовать этот консилер, да, туда уже более матовые текстуры у нас идут, от мины продукт, ну, я в прошлый раз его похвалила, он очень неплохой, да, я не могу сказать, что я нереально в бешеном восторге от этих продуктов, но они все равно классные, они рабочие, они классные, у них хорошие оттенки, поэтому я их могу рекомендовать, они прям, ну, такие достойные, рабочие лошадки, которые вы можете взять в кейс, которые многофункциональные, в принципе, такой продукт может в путешествии сэкономить вам место, да, то есть, его там и на губы, и на щеки, везде нанесли, и на глаза, и все красиво у вас, так что все работает замечательно, от шик, румяна, у меня все еще ощущение не покидает меня, что это те же самые румяна, которые были в этих тубах, только теперь упакованные вот в такую шайбу, и для них это идеальный формат, я уже это озвучивала, и я до сих пор так считаю, мне понравились по пигментации, они прекрасные, наносятся замечательно, вообще это лучший формат, который можно было придумать для такого именно муссового продукта, пудра от Сеаты, но это реально, это же второй Аурглаз, Аурглаз 2.0, при этом по очень хорошей цене, мне он вышел с вот этой вот скидкой, да, по акции, 1200 рублей, это дешевле, чем Шику, которые тоже есть подсвечивающие пудры, и это очень крутой продукт, в общем, я вам рекомендую, прям можно подружками скооперироваться, и в Литуале заказать вот эти пудры, потому что они супер классные, пока они там есть, надо брать, что еще у нас восхитительный бронзер, я не могу на него налюбоваться, это так красиво, это так нежно, это так воздушно, это прям реально еще один Аурглаз, вот я не устаю с ним сравнивать, потому что Аурглаз, это очень дорого, это очень люксово, это прям все хотят, но я прекрасно понимаю, что не всегда у всех есть возможность приобрести Аурглаз, тем более сейчас Аурглаз стоит каких-то бешеных денег в связи с курсом, и с тем, что это сложно все достается, и вместо того, чтобы гоняться с Аурглазом, можно купить Катрис, можно купить Сиаты, и наслаждаться такими же текстурами, реально такими же текстурами, ну да, по составу наверняка они другие, не такие, как Аурглаз, ну вон, знаете ли, Катрис такой же ламучий, хрупкий, как Аурглаз оказался, смотрится он на коже великолепно, как румяна я тогда хвалила, и забрала их в свою личную косметичку, так и с бронзером я поступлю, но прежде бронзер я, естественно, спрессую, и возможно, я куплю себе еще один такой бронзер, положу его в хомячьи запасы, потому что стоит он действительно очень недорого, и мне бы не хотелось в какой-то момент обнаружить, что они там сняли что-то с производства, ищи с вещей, потом его везде, лучше запастись, пусть будет, этот продукт реально очень-очень достойный, прям все смело можете идти и покупать этот бронзер. Оттенок бронзера 010 Sun Kissed. Дальше нашли продукты от Flower Nose, и они великолепные, потрясающие, просто нереальный хайлайтер, какой-то космический, блестящий, красивущий, а эти рефилы, это просто вот разрыв сердечка, насколько они влюбляют в себя в момент, как это красиво, как это восхитительно, у меня слов нет, насколько шикарно, насколько молодцы Flower Nose, просто вот низкий вам поклон за это, друзья мои, и пудра такая же великолепная, но вот говорю, я захотела себе еще розовых пудр, потому что действительно выглядит прям все акифарфоровая куколка, в очередной раз я сравниваю лицо именно с этим предметом, ну потому что действительно такое ощущение создается, это очень красиво, это прям нереально круто. Шо у нас тут с гелем для бровей, ух ты, прям слушайте, супер зафиксированный от Pussy вот этого, от этого геля брови, этот гель мне нравится точно больше, такой Pussy 2.0, более удобная щеточка, классная текстура у него, и он реально прям держит мои брови, хотя здесь уже нет вот этого формата, знаете, как тот гель был такой более тягучий, липкий, и создавал эффект вот этого ламинирования, здесь такого эффекта нет, здесь просто классно зачесанные брови, которые наглухо, насмерть прям прибиты к вашему лбу, очень-очень круто выглядит, на самом деле, я довольна этот бренд, этот гель мне нравится гораздо больше, чем первый вариант от Pussy, первый вариант тоже хорош, ну вот на моих бровях, он не очень хорошо выглядел, зато он классно посмотрелся на моделях, и на клиентах, с более мягкими бровями, этот же мне нравится больше уже на себе, а значит всем остальным, тоже скорее всего подойдет, также мы пробовали карандашик от Divash, он прям суперский, он никуда не растекается, хорошо сидит в слизистой, такой насыщенный коричневый, очень люблю такие оттенки, еще раз, да, об этом скажу, я довольна, это красиво, палетка теней, пока тоже все хорошо, все прекрасно тушевалось, без пятен, замечательно, вдруг в друга вырабатывались оттенки, но мы будем честны, да, не сильно какие-то сложные здесь, во-первых, оттенки, они все такие немножко землистые, коричневатые, зеленоватые, да, это обычно, это хорошие оттенки, и вот сияшки, сияшки красивые, но без восторга, почему без восторга, потому что нет каких-то особенных, невероятных цветов, но тут уже, знаете, есть некоторая присыщенность, да, можете сказать, что я зажралась, да, в плане оттенков, потому что, ну, действительно, мы такое уже видели, но по качеству все хорошо, все красиво, все блестит, прекрасно пигментированно, замечательно наносилось, без всяких проблем, тушевалась, не осыпалась, мягко, красиво, все прям четенько, идеально, никаких претензий у меня нет, мне нравится новый Sparkle от Chic, однозначно, он очень красиво дополнил макияж, он прям дал такую, вот это вот сияние, которого хотелось сюда, и как он красиво в качестве блика смотрится, это мне тоже нравится, прям, это, наверное, будет мой любимый оттеночек от Chic, мне еще очень нравится Capella, но вот это прям очень вкусно, и все еще я не понимаю, почему же это весенняя коллекция, а не зимняя, потому что он такой морозный, он такой зимний, белый с переливами, прям вот для новогодних макияжей, но окей, я все равно довольна тем, что он у меня есть, пополнил мою коллекцию, и я повторюсь, мне нравится новый бежевый дизайн, это гораздо более стильно, гораздо более дорого выглядит, и на мой взгляд, это более красиво, чем то, как выглядели Sparkle до этого. Что еще мы тестировали сегодня? Ну, конечно, у нас вот этот вот бальзам для губ, губы мои благодарны, что я его нанесла, потому что они прям были очень сухие, у меня треснула нижняя губа, я, наверное, слишком много чего-то хотела, Даша, у меня же губа отреснула, ну да ладно, и да, я им довольна, я не знаю, будет ли он скатываться в какую-нибудь предательскую белую полоску, об этом мы узнаем позже, я вам расскажу вечером, да, когда я вернусь уже после всех своих дел, мы посмотрим, как все проносилось, и скатался он или нет, а если я к тому времени уже его съем, то я вам просто расскажу, скатывался он или нет в белую полоску, и спрей от Шик, все, он окончательно высох, больше нет липкости, остался легкий такой флер вот этого аромата, я не люблю отдушки, я каждый раз об этом говорю, поэтому надеюсь, что запах тоже подвыветрится, но скорее всего так и будет, и все вообще будет замечательно, насколько он классный именно в плане, как фиксатор, да, чтобы вот усадить макияж, и чтобы он никуда от вас не делся, этого я не знаю, но опять же, мы посмотрим в конце дня, а, у нас еще тушь была, я смотрю вот так в упорной реснице, и не вижу, что у нас еще была тушь, но пока все покрашено хорошо, такие туши обычно не осыпаются, не отпечатываются, но опять же, мы увидим это все в конце дня, собственно, туда и переключаемся, для вас пройдет секунда, а для меня несколько часов, внимание, внимание, уже вечер, я готова подснять вам, что у меня осталось от макияжа, мы посмотрели вторую дюну, кстати, кто смотрел, тоже обязательно пишите в комментариях свои впечатления о фильме, я, честно говоря, думала, что это будет последняя дюна, и теперь я решила, что нужно прочесть эту книгу, потому что либо каждый раз пересматривать, что происходило до этого в сюжете, перед каждым новым фильмом, либо уже прочесть, и знать, чем закончится история, и спокойно ждать выхода следующих фильмов, так вот, о макияже, все, вообще, зашибись, все держится замечательно, тени, несмотря на то, что они без подложки, очень хорошо проносились, чуть-чуть, вот здесь вот, маленький кусочек, подскатался прям крохотульный, видите, вот на внешнем уголке, но ничего страшного вообще в этом нет, все более-менее прилично, на нижнем веке тоже, слегка есть такие осыпания, кстати, и от туши, и легкие осыпания есть, хотя не должно было быть, потому что, ну, такая тушь чулочками не подразумевает каких-то осыпаний, обычно, но здесь и немножко есть, тем не менее, все выглядит достаточно симпатично, конечно, слегка появился блеск уже на лице, это значит, что пудра наша розовая не идеальна, у нас все запудривает, и не справляется с появляющимся блеском, но мне в целом так даже нравится, кожа живая, она не прям какая-то дико-дико блестящая, жирно-блеском, но у меня и не прям какая-то жирная кожа, да, чтобы был мега-блеск, вот, но тем не менее, все носится хорошо, и консилер, и тон, и пудры, и румяна очень ярко видны, и бронзер виден, вообще, все замечательно, брови просто как прибитые здесь на месте, никуда не делись, конечно, уже подсъелся у меня бальзам с губ, но он оставил после себя такой легкий, тентующий, ненавязчивый эффект, ну, прям совсем еле-еле заметный, но тем не менее, симпатичный, карандаш держится, а помадку я уже съела, ну, что поделать, приятно она ощущалась на губах, хочется еще нанести, но, что классно, нет ощущения сухости, как, знаете, бывает, что прям дико-дико сушат, после того, как бальзам уже ушел с губ, здесь такого ощущения нет, немножко они подсохшие, хочется их увлажнить, но не прям, не до куриной жопки засохли они, что еще, что еще, карандашик и слизистый, немножечко, конечно, подскатался, но это не страшно, это в порядке вещей, на самом деле, на серединке слизистый, он остался, на верхней слизистой, в межресничке, он тоже остался, только снизу, немножечко так подскатался, у меня, кстати, почему-то чесался этот глаз, но я думаю, что если была какая-то аллергическая реакция, на что-то из косметических средств, то чесались бы оба глаза, чесался только один, это значит, что все нормально, и вот здесь, вот если вам кажется, что здесь подслез тон, он действительно здесь подслез, потому что в зале было прохладно, и я постоянно терла нос, в целом, это все, а, хайлайтер, хайлайтер великолепно, блестит, никуда не делся, а, вот, я хотела же посмотреть, что там со спарклом шик, спаркл и шик, кстати, на внутреннем уголке, вот здесь вот подскатался немножечко, а на втором глазу держится гораздо лучше, я не понимаю, почему так, от чего это зависит, когда там скатывается, когда не скатывается, но на одном глазу он подскатался, а на втором глазу не подскатался, ну, вот такая вот история у нас. В целом, как продолжился мой макияж, вы сейчас сами видите, и можете оценить это, можете оценить это в комментариях непосредственно, и в целом, пишите, как вам эти новинки косметики, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте, подписывайтесь на мои соцсети, на телеграм, на инстаграм, в общем, везде подпишитесь, вам не сложно, мне приятно, займет буквально минуту времени, но очень поможет развитию моего канала и остальных, собственно, соцсетей, ну и мы с вами скоро увидимся, пока-пока!